Все мы в детстве с удовольствием читали книгу о приключениях Маугли и его друзей Акиэлы Балу, Багиры и Каа. Красивая и трогательная история о приключениях ребенка, который вырос среди диких зверей. Автор этой сказки Джозеф Фредд Ярдскиплинг взял за основу своего произведения реальные случаи жизни, когда одичавшие дети росли в стае каких-либо животных. История знает как минимум 48 случаев о детях, живущих среди зверей. В основном такие дети росли в стаях обезьян, но известны также случаи, когда малыши приживались и среди хищных зверей, которые по каким-то неведомым причинам опекали человеческого детеныша как своего. Такие дети попадали в звериные стаи по разным причинам. Кого-то потеряли родители, а кого-то, возможно, бросили сознательно, обрекая тем самым на верную гибель. Дети, выросшие среди зверей, соответственно, не умели вести себя как люди. Есть из тарелки, прямо ходить, разговаривать. Во всех известных случаях этих детей забирали из звериных стаи насильные и старались привить им человеческие навыки. Что было практически невозможно. На идионыше тяготило человеческое общество, их тянуло обратно в лес, к зверям. И вот несколько примеров жизни детей с синдромом Маугли, попавших в общество людей. Первый известный случай произошел в Германии в 1341 году, а наибольшее количество подобных зафиксированных случаев в Индии всего 15 с 1872 по 1933 год. Первым индийским Маугли стал шестилетний Дин Саничар, имевший волчьи повадки. Его можно считать счастливчиком, поскольку среди людей он прожил около 20 лет. Научился более-менее стоять на двух ногах, есть из тарелки и носить штаны. В 1872 опять же в Индии был найден еще один подобный ребенок примерно 10-летнего возраста. С ним дело обстояло гораздо хуже. Единственное, чему он смог научиться у людей за свою короткую человеческую жизнь, это курение. Поговаривают, что именно эти два ребенка вдохновили Киплинга на создание образа Маугли. В 1800 году в лесах Франции выловили мальчика, названного Виктор. Он не чувствовал боли, умел лишь хрюкать и совсем не улыбался. Есть любил ягоды и каштаны. Остальные дикие повадки были, как и у других Маугли. Этого мальчика можно назвать самым удачливым и воспитуемым среди всех одичавших детей, поскольку он дожил до 40 лет. Самым любимым приобретенным занятием для него была рубка дров. Все это говорит о том, что одичавшим детям не удается хотя бы выжить среди нас, не то что адаптироваться к нормальной жизни. Многие считают, что одичавших детей не нужно было забирать из звериных стай. Возможно, это и так, как бы жестоко не звучало. Ведь среди людей дети Маугли не способны жить почти всегда, либо скоропостижно умирают, либо проводят тоскливые годы в психиатрических лечебницах. Как показывает практика, основные навыки дети получают до пятилетнего возраста, и если этот период упущен, то восполнить пробелы практически невозможно. В случае обнаружения детей Маугли, к сожалению, происходят даже сейчас, в 21 веке. А хотелось бы, чтобы это имя встречалось нам только в мультфильме.